Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Анапчане снова мастера слова. На курорте подвели итоги Всероссийского литературного фестиваля, где множество наград взяли анапские литераторы. Полтора века стажа на пятерых. От революционного времени до сегодняшних дней династия Чибисовых выполняет одну из самых важных миссий, какую расскажем. Сила Кубани в поселке Виноградный. Участники фестиваля силового экстрима доказали, что кубанским богатырям любая ноша по плечу. Кафе на тротуарах и газонах Анапе не нужны. Исполняющий обязанности главы города-курорта дал категоричный отказ на просьбы оставить уличный общепит. С этими и другими вопросами к Юрию Полякову обратились анапчане на личный прием. Гребенская, 8. Часть тротуара пешеходной зоны занимают столики из ближайшего кафе. Муниципальная земля в аренде не первый год, доказывает предприниматель и просит у исполняющего обязанности главы Анапы остановить процедуру расторжения договора. Ну сколько же можно работать на тротуарах? Город-курорт Анапа первое место в крае занимает по количеству посадочных мест в общественном питании. Есть стационарные объекты, все это есть, все присутствует. Нам не нужно в городе на тротуарах иметь летнее кафе. Нам это не нужно. И кто в аренду дал, расторгнуть договор. Никакой аренды там не будет. Похожая просьба у арендатора кафе Кубрик на Пушкино, 19. Громкая музыка после 23, вытоптанный газон и факты торговли фальсифицированным алкоголем перечисляет Юрий Поляков все, что отличает это заведение. Мы его приведем в первоначальное состояние, так как это должно быть. И работайте там. Ни на какой клумбе, ни на какого кафе там не будет. Вы уже попользовались не один год этой клумбой. Вот вы оплатите в муниципалитет то, что вы пользовались землей муниципалитета. Газон сегодня уже освобожден. Вслед за этим Юрий Поляков настоятельно рекомендовал привести в соответствие с законом и работу кафе. О незаконном строительстве под окнами соседей. Ольга Михайловна рассказывает, как собиралась подписать согласие на реконструкцию летней кухни. А на деле оказался самострой. Когда мы пошли в нотариальную контору, я увидела там совершенно другое заявление его. Я заявление не подписала, разрешение ему не дала. Он решил, что обойдется. Так за его я обойдусь без вас. И начал строительство, где он занимает полностью всю территорию 96 квадратных метров. Иск подала администрация, но проведенная экспертиза нарушений в действиях застройщика не нашла. Но самое главное, что обозначено и идет строительство хозяйственного блока с гаражом, на который по Гранд Кодексу не требуется разрешение. И поэтому соответствующее заключение эксперта и решение суда было отказать на иске. На сегодняшний день дело готовится к рассмотрению уже в апелляционной инстанции. И Ольга Михайловна просит Юрия Полякова направить на судебное заседание специалиста правового управления. Исполняющий обязанности главы Анапы дал соответствующее поручение. Анапчане стали лауреатами Всероссийского литературного фестиваля. Анап уже в третий раз приняла участников фестиваля конкурса «Поэзия русского слова». На три дня курорт стал центром литературной жизни нашей страны. А в минувшее воскресенье в Центре культуры Родина подвели итоги. В этом году заявки на участие подали прозаики, поэты и переводчики из 23 регионов России. В течение трех дней участники общались, делились опытом, выступали на сцене в рамках конкурсных номинаций, читали свои произведения в формате свободного микрофона в Анапской литературной кофейне. Кроме того, они смогли ближе познакомиться с Анапой и побывать на экскурсии в музее Горгипе. Уже третий раз Анапа становится, хотя бы на три дня, но литературным центром России, потому что все интересы литературные собираются здесь. Сюда съезжаются действительно и лучшие представители старшего поколения. Собирается жюри каждый раз. Очень авторитетно, это мы все понимаем. И с другой стороны, мы видим, какие силы показывают себя молодые. У нас уже каждый раз мы подводим выражающие. Еще одно имя, еще одно имя засветилось, засветилось, засветилось. То есть мы рассвечиваем такими огоньками карту России за счет этого фестиваля. Это просто здорово. Самым волнительным оказался финальный день, когда жюри, проведя колоссальную работу с массивом текстов, объявило победителей. В их числе традиционно оказалось немало анапчан. Наши земляки достойно представили курорт, собрав на фестивале более десяти наград, в числе которых есть и первые места, и специальные дипломы. Обладателем же гран-при в этом году стала Светлана Пешкова из Липецка, представившая стихи в номинации «Поэзия» категория «Мастер». Ну, конечно же, самые прекрасные чувства сейчас во мне звучат. Хочется писать стихи, хочется продолжать в том же духе. Я всем очень благодарна, что члены жюри оценили мои произведения. В этом году жюри отметила высокий уровень мастерства конкурсантов. Каждое произведение достойно внимания широкой читательской аудитории. Поэтому проигравших здесь быть не может. Каждый благодаря фестивалю получил бесценный опыт и новые перспективы в развитии своей творческой деятельности. Участники приехали со всей страны, и то, что они привезли с собой, то, что мы отчитывали их произведения, очень убедительны. Это, конечно же, литература, это современная литература. Фестиваль открывает имена, и я уверена, что у нас с вами большое будущее. Фестиваль молодой, но, как отмечают организаторы и участники, достаточно уверенно набирает обороты. Поэтому в следующем году ожидают, что он соберет еще больше талантливых людей и, возможно, выйдет на международный уровень. Сегодня во всем мире отмечают Международный день врача. Мы побеседовали с тем, кто взялся за непростую работу убеждать людей, что вирус и монодефицит человека – это еще не приговор. Ольга Кривуля медикам стала фактически случайно, но оказалось, что это и есть ее призвание. Коллеги говорят, что она настоящий друг как для них, так и для своих пациентов. Время работы с документами, историями болезни. Приходится много и быстро писать. По словам Ольги Кривули, это одна из причин, по которой записи медиков со временем могут прочесть разве что их коллеги. Сегодня выручают компьютеры. Когда мы заканчиваем школу и идем в институт, огромное количество лекций, ты пишешь просто бесконечно, и получается, что к концу шестого года обучения у тебя уже почерк совсем не похож на тот почерк девочки-отличницы, которая заканчивала школу. После школы была медаль и три пути. Бухгалтер, педагог, врач выбрала медицинский институт и неожиданно для самой себя на первом курсе влюбилась в будущую профессию. Сегодня она не только терапевт, но и инфекционист, инфекционист, потому что в свое время пришла на практику в инфекционное отделение, когда им заведовала Эльвира Черноусова. Она научила основной формуле не бояться и думать. Сегодня Ольга Кривуля курирует работу с носителями ВИЧ. Не готова сначала была спасать мир, так грубо говоря. Сегодня она уже не может представить себя без этой работы. Объяснять людям, что медицина позволяет не только полноценно жить с вирусом, но и женщинам рожать здоровых детей. Если мы объясним мамочке, что просто нужно на определенном этапе это делать, что и папа, и мама должны, допустим, принимать терапию для того, чтобы снизить нагрузку вируса в крови, то есть количество вируса в крови снижается, и мама рождает здорового ребенка, но при этом проходя перинатальную профилактику передачи инфекции к плоду. Коллеги ценят Ольгу за то, что кругозор и академические знания в ней сочетаются с человечностью. Она настоящий друг, с ней хочется дружить, потому что она такой человек, который объединяет вокруг себя все хорошее. Мне это очень нравится, она очень позитивна. Ольга Михайловна вышла замуж за потомственного медика. Свекор Виктор Андреевич Крывуля недавно отметил 55 лет деятельности. Двум дочерям 13 и 15 лет. Она максимально честно рассказывает о том, что такое быть врачом, чтобы выбор, если он будет, оказался максимально осознанным. На минувших выходных вся села Кубани сосредоточилась в поселке Виноградном. Под таким названием уже третий год подряд там проходит открытый фестиваль силового экстрима. В соревнованиях приняли участие села Чи Краснодарского края, а также из Ростовской области и из Таврополя. Всего за звание сильнейших боролись 11 тяжелоатлетов, но только трое взошли на пьедестал. Аплодисментами участника намного легче будет эта 328-килограммовая бактура черная. Вес одной такой покрышки более трех центнеров. Ее необходимо перевернуть восемь раз. Только после этого задание считается выполненным. Третий фестиваль силового экстрима «Сила Кубани» традиционно проходит на стадионе поселка Виноградный. И с каждым годом количество участников растет. В этом году мы вышли на более серьезный уровень. В этом году приехали участники Стаганрога, Ставрополь, Краснодар. То есть серьезные ребята, будем так говорить. И тем самым мы будем привлекать в дальнейшем сюда более серьезных людей, участников, которые имеют определенные регалии, заслуги. Тем самым мы хотим популяризировать спорт и здоровый образ жизни. То, что здесь собралась вся «Сила Кубани», участники доказывали на деле. Правда, даже выносливым спортсменам не все давалось легко. Например, в упражнении «Толчок от груди» использовался снаряд весом почти в 100 килограммов. Немногие смогли пройти испытания. Ноша в прямом смысле оказалась непосильной. Но у спортсмена из Ставрополья трудностей не возникло. Он поднял спортивный снаряд целых 15 раз. Выступаю я очень давно. Я являюсь мастером спорта международного класса по безэкипировочному пауэрлифтингу. Сейчас, в данный момент, я перешел в многослойный дивизион. Он также выполнил норматив МСМК уже в экипировочном дивизионе. И с 2012 года я регулярно выступаю на турнирах российских по силовому экстриму. Сюда попал мой хороший друг. Пригласил, говорят, хорошая организация. Приехал. Не все осилили и подъем легкового автомобиля. Вес машины более тонны. Поэтому участникам пришлось выложиться на полную, чтобы показать наилучшие результаты. Совсем не весело пришлось конкурсантам в испытании «Веселый фермер». Суммарный вес снарядов достигал почти 200 килограммов. Усложняло ситуацию и то, что пройти дистанцию нужно было на время. Взял пару колонов по 93 килограмма. Но, пожалуй, самым сложным испытанием для силачей стал конкурс по буксированию автобуса. За полторы минуты нужно было протащить пятитонную машину как можно дальше. Но, как ни старались участники, всю заявленную дистанцию, полностью уложившись на время, прошел только один спортсмен из Ставрополья. Так, ну вот сейчас уже все-таки пошел автобус. Соревнования длились более трех часов. По итогам определились три победителя. На первом месте с ощутимым отрывом оказался Кирилл Гулевский из Ставрополя. На второй – Денис Головнев из Анапы. Третье место досталось Андрею Горпиничу из Таганрога. Ребята, выступающие были реально мощные. Реально уровень хороший. Погода. Главное, что погода дала возможность выступить. Ветер стих. Как бы болельщики порадовали, очень сильно болели. Я чувствовал их поддержку. Особенно, когда тянул автобус. Немножко сломалась нога, хрустнула. Но, как бы не дали сдаться, поддержкой дошел до конца. В завершении фестиваля для участников и гостей выступила Краснодарская группа «Музыкальный квартал». Почти полтора века стажа на пятерых. В школе номер 12 в станице Анапской работает Мария Чибисова. Ее прабабушка учила детей еще до революции. Бабушка трудилась в годы Великой Отечественной войны. Теперь семейное дело продолжает сын. В его жизни был выбор, по какому пути пойти. Но в итоге верх одержала школа. Уже на этой неделе, 5 октября, семья отметит один из главных своих праздников – День Учителя. Это перемена в 12-й школе, которая находится в станице Анапской. Около 9 лет назад ее окончил Александр Чибисов. Он с детства увлекается спортом, в том числе туристическим многоборьем. Учился в Краснодаре на тренера. То, что свяжет будущее со школой, понял во время практики. Уже три года он работает преподавателем физкультуры. О решении говорит как о своем собственном, осознанном. Скорее всего, любовь к этому всему, к детям, тяга научить кого-то, чему-то. Лично от себя дисциплину вкладываю. То есть мне надо, чтобы дети были послушны, чтобы без травм на уроках и в принципе везде, чтобы правильно они все выполняли. Нет никаких секретов. Слушается. Слушается. Александр продолжает педагогическую династию. Этот музей появился более 15 лет назад по инициативе его матери Марии Чибисовой. Она учитель истории. С юностью увлекается археологией. Бывала в экспедициях. Признается, что неравнодушна к различным артефактам. Однако после практики в пионерском лагере поняла, что куда интереснее рассказывать об исторических событиях детям. Это предопределило окончательный выбор профессии. А увлечение стало неплохим подспорьем. Всегда под рукой лучшее наглядное пособие. Мой главный принцип – вести за собой, увлекать, не навязывать, а чтобы дети заинтересовались моим предметом и дальше уже с открытым сердцем занимались историей. Мария Юрьевна работает в школе 30 лет. Считает профессию семейной. Ее мама 45 лет преподавала химию в Оренбургском педагогическом университете. В доме есть собственный архив, в том числе фотографии начала 20 века. Прабабушка Мария Александровна до замужества работала в церковно-приходской школе. Бабушка трудилась в детском доме в годы Великой Отечественной войны. Ее воспоминания в семье теперь бережно хранят. Во время войны к ним попадали дети, которые потерялись при эвакуации, которые оказались без родителей. Родители погибли в моих глазах. И, конечно, было очень сложно с этими детьми. Очень горько было и больно на них смотреть. И даже моя мама еще тогда, она была совсем маленькой девочкой, она родилась в 42-м году. Но даже она помнила, что мама часто просто приходя домой, ее мама, моя бабушка, плакала. Через несколько лет закончилась война, проходил розыск родителей, родственников. И когда находились родители, то дети, которые попали к ним, ну, где-то возраст годик-полтора, многие даже плакали, не хотели уезжать из детского дома, потому что воспитатели стали для них родными. Сегодня на пять поколений династии почти 150 лет общего стажа. Александр Чибисов говорит, что не будет влиять на выбор своих будущих детей. Но велика вероятность, что гены свое возьмут. В Центре культуры Родина состоялась итоговая пленарная сессия научно-практической конференции «Патриотизм российской молодежи. Традиции и современность». Участники конференции получили заслуженные награды по итогам муниципального этапа. С 11 по 25 сентября на территории муниципального образования в целях обсуждения актуальных проблем патриотического и гражданского воспитания прошел муниципальный этап научно-практической конференции «Патриотизм российской молодежи. Традиции и современность». В этом году она проводилась в заочной форме на базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, где были организованы тематические площадки. Участники предоставили свои учебно-творческие работы. На каждой площадке работал экспертный состав, который следил за работой конференции. А сегодня участники-победители получают заслуженные награды. Это те студенты, чьи работы прошли отбор и были признаны лучшими. Теперь эти ребята представят Анапу на зональном этапе, который пройдет в Анапе 17 октября. Я очень рада, что у меня предоставилась такая возможность участвовать в этой конференции. Я слушала доклады других ребят, тоже они были очень интересными. И мы каждый друг с другом делимся чем-то, каким-то новыми знаниями, новой информацией. И это всесторонне развивает. В принципе, и это круто, что молодежь общается, студенты общаются между собой. И это очень хорошо. Подумные конференции действительно очень важны, потому что нам нужно знать свой город, нам нужно знать историю своего города. И, естественно, ради того, чтобы выступать на конференции, мне пришлось немало подготовиться, почитать много литературы, поэтому мне дало это новые знания и умения. Также на церемонии награждения отметили и студентов Анапского сельскохозяйственного техникума. Победители муниципального этапа краевого слета в защите Родины готов. Очень большая заслуга ребят, потому что очень многие занимались кадетских школах, то есть уровень подготовки был хороший, поэтому на достаточно хорошем уровне выступили. Теперь студентам предстоит подтвердить свои навыки на зональном этапе, который пройдет уже в это воскресенье в городе Тимрюк. Дали информацию о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». По прогнозам синоптиков, 3 октября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов, ночью прохладнее – 10 выше ноля. Ветер северо-восточный от 6 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление – 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 19 градусов. И в завершение выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапокян» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию.